Масленицы Основные ингредиенты остаются неизменными. Мука, яйцо, молоко. К слову, вид муки не играет большую роль. У нас свой рецепт. Три яйца, пол-литра молока, две столовые ложки сахара, 200 грамм муки и чуть-чуть соли. Все это смешиваем и получаются такие вот тоненькие блинчики. Конечно же, блинчики хороши сами по себе, но начинка их не испортит. Наши собеседницы подчеркивают, что это может быть что угодно. Мед, варенье, сгущенка, творог и даже грибы. Главное, чтобы не было мяса. Можно, да, заворачивать и творог заворачивать, сладкий, можно соленый, тогда сахар не надо ложить в тесто. Также маленький совет для вас. Лучшая сковородка для блинов – это чугунная. Она прогревается равномерно, все отлично углекается и жарится. Ведь чугун – достаточно прочный материал. Его сложно поцарапать. Чугунная, она лучше жарить, она больше зажаривается. А вот эта, туфлонная, наверное. На ней не пристает. Не, ну на той тоже не пристает. Но лучше жарить на чугунную. Масленица – это праздник языческий, но невзирая на это, он вписан в православный календарь. Изначально церковь была против недельных гуляний, но искоренить давние традиции не получилось. Поэтому в православном календаре масленица называется Сыдной Седмицей. Время, когда люди готовятся к Великому Косту. По православному, по церковному – это сырная седмица. Вот положено блинчики, можно там с творогом, молочку. На этой неделе уже мясу нельзя, а можно молочные продукты. Неделя перед постом – это самое подходящее время ходить друг к другу в гости, угощать и угощаться блинами. Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого из них свое название и ритуалы. Можно сходить в гости, можно порадоваться. Вот и уже приготовляемся к посту. Уже в среду, в пятницу там более постные молитвы, литургии нет. Уже такое приготовление к посту. Масленица – праздник семейный, поэтому запасайтесь блинами и проводите больше времени с родными и близкими. Приятного вам аппетита! Кристина Черновалова, Константин Ищрет, телеканал «Репортер».